В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне парусник Мир повторил маршрут северных полярных конвоев. Сегодня самый быстрый парусник в мире пришвартовался в Мурманском порту. О том, как встретили экипаж в столице Заполярья, расскажут наши корреспонденты. Такого Мурманск еще не видел. У причалов морского вокзала сразу два легендарных парусника. Барк Крузенштерн, доставшийся Советскому Союзу после Великой Отечественной войны по репарации. И самый скоростной парусник на планете Мир. Сегодня особый день в истории города Герой Мурманска, когда два таких замечательных парусных корабля находятся у нас у причала. И очень приятно, что командование и Крузенштерна, и Мира очень доброжелательно, гостеприимно встречает мурманчан, очень много желающих посетить эти парусные суда. В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне учебное парусное судно Мир прошло по маршруту полярных конвоев. Дорогие мурманчане, мы рады снова увидеть ваш город. Несмотря на то, что город-герой Мурманск находится далеко на севере, нам здесь тепло. Только от вашего внимания, от внимания к знаменитому паруснику Мир, от ваших улыбок, нам тепло. Ну, этот рейс у нас получился необычным. Первый раз наше судно забирается так высоко в полярные широты. Далее выше Транхейма мы раньше не поднимались. А тут, Мурманск, Архангельск, мало того, что тут из экипажа немногие бывали, курсанты вообще первый раз. И когда они первый раз увидели тут, после постоянных туч солнца, не заходящее, спало было не выгнать. Курсанты Морской Академии имени Макарова в море первый раз. Выйдя из порта Санкт-Петербурга, в апреле они уже два месяца постигают азы профессии. Из 119 курсантов на борту 12 девушек. Наравне со всеми они стоят в вахте и работают с парусами. Выбор этой не совсем женской профессии у каждой был осознанный. Ну, у меня так получилось, что я еще со школы была привязана. Ну, потому что училась в морском классе и как-то уже притерлась к этому делу всему. Поэтому получилось, что пошла именно сюда, в эту стихию. Хочется быть независимой ни от кого. Хочется быть сильной, мужественной. Сейчас такое время, что нельзя положиться на мужчин. Приходится делать все самой. Сегодня на борту мира день официальных делегаций. Последующие три дня судно могут посетить все желающие. Одно условие – иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Но и принимающая сторона в долгу не осталась. Администрация города Мурманска подготовила экскурсии. Все ребята смогут посетить памятные места города Мурманска на комфортальных автобусах с профессиональным цивусоводом. Посмотрят, познакомятся с нашим особым городом. Я думаю, что, конечно, их заинтересуют наши памятные места. В порту корабль пробудет до 28 июня. Затем трехмесячный поход по Атлантике, участие в международной регате и уже потом домой в Санкт-Петербург. Андрей Бусыгин, Александр Агуров, Арктик ТВ.